Харл Танн, доброе утро! Сегодня 14 июля 2023 год. Сейчас я нахожусь в населенном пункте Лепсинск, это Алакольский район, Жецу область. Потихоньку просыпаемся все, буквально в 8 утра, начинаем наш выезд на озеро Жаслколь. В 8.40 утра прибыл сюда, это местный филиал нацпарка, разные таблички тут висят, там вот информация по ценам, сам въезд в нацпарк вот так выглядит, находится на улице Анимурадбаев, 15. Вот такая у нас большая группа, все стоят в тенечке, так как уже жара. Так, каждый ставит персональную подпись за технику безопасности. Музей природы при филиале нацпарка. 9.10 выехали с филиалом нацпарка. Все, нам дали вот такие вот ланчбоксы, здесь банан, яйца там, вот, сейчас еще в магазин заедем, сказали. Воду взяли. На канале также будет отдельный выпуск про населенный пункт Лепсинск. И можно будет посмотреть сам АУ, само село. О, прикольно, сегодня пятница, и здесь вот есть базарчик вдоль улицы. А, ну да, вон село. На Жасулколь мы едем на буханках, и вот такой еще УАЗик, и еще есть НИВА. Ну что, выехали в дорогу. Сейчас 9.15. Проезжаем рядом со школой. Нам ехать примерно 30 километров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что субтитры сделал DimaTorzok И какое-то время назад люди думали, что на реке мой брат. Если что-то дормозить, надо ли плечу поплотить, а то я дорогу и не пустил. А, я думаю, что там 30 километров недалеко. Если что-то надо, говорит, по плечу поплопайте. А, я думаю, если надо поводить, то... Слева поля, справа поля. Цветут разные растения. Очень живописная местность, красивая. Очень живописная местность, красивая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Один на группу должен быть, но увидим, какой другой машина съедет. Инспектор будет там. А, там будет? На пасике, да. А, все-все-все-все-все-да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дома есть! А здесь в этом доме нет нас души. У нас все блага на улице. Делаешь стихи, не пустынки. В улице, вот, для этого, для этого. Ожидания их укреплялись. Ты видела, как этот... Асад машину перевернули? Бракат сделал машину. Попопах, он порвался. Я не вижу, знаю. А, это ренденгу? Да, ренденгу. Не перевернула, а, короче, чейнг был. Муспель, он сидит там, да? И одно бревно провалилось. Вот так вот. А, обалдеет. Ну, он же не виноват, нет или что? Ну, вот он, типа, хочет подать в суд на национальный парк. Ну, я не знаю, вы... Да-да-да-да-да. Мир-ээ. Азовая машина тебе нет? Ну, я не знаю, надевала. Да-да-да-да. Это такое, вообще-то другое. Да-да-да-да. Ага-да-да? Добро пожаловать в Казахстан! Смотрите, что у нас есть. Для машины здесь. Убоксилий, убоксилий. Я первый пел, когда я взял кофейни, давай, давайте, давай, что-то, давай, 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 и там есть, и там, в колокольчик, в колокольчик, так, что открывается, и у него, а не, это, 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 По пути встречаются указатели, проехали 25 километров указателей. Продолжение следует... Продолжение следует... Справа здесь горы, там протекает река Лепсе. Вдоль дороги растут разные цветы, растения. Дорога очень такая красивая, цветная. Сказали, что по такой вот хорошей дороге ехать примерно 12 километров. Дальше поедем, как говорится, по горам и еще по камням. Продолжение следует... О, вот и река показалась. Цвет как на бау, да? Да, кто-то как на бау идет. Очень красивый цвет воды. Еще этот напоминает, кажется, самогонку напоминает. Смотрите, что это... Внимание, сели опасная зона. Вот опять речка. Очень красивая такая вода. Серезы растут. А зимой много снега здесь? Да. Да. А зимой ездите на озеро? Да. Там пасека у водного человека. А, там пасека есть, да? Да. Вот сейчас мы будем через нее переезжать. А-а-а-а. Проезжать. А пасека большая? У нас есть. А вообще здесь в селе все держат пасеку, нет? Все, но большинство. Большинство, да? Кто дома держит, кто в городе этот? А-а-а. Походу там как жарфейка, да? Какая-то... Такая фура. А здесь и так... Ахахахаха! Своя пасека, да? Опа! Вот это я пойму! Вот такое это впереди. Ущелье. Впереди уже видим ущелье, видим снежные горы. добрались до кордона жалонаж есть тоже табличка не бросайте мусор сказали можно и налево и на право уйти пути то можно прийти так поехали по левой стороне по каменистый здесь дорога вверх в горочку пошла а и а и и и и Дорога раз не одна? Да. Это сейчас здесь. Там уже можно было по низу проехать. Здесь можно будет через кордон проехать. Очередь через кордон ездить. А на кордоне там инспектор живет или как? Или он приезжает на работу? Там живут. А живут, да люди? Вахтовым методом живут. А вахтовым методом живут. Три через три лет, два через два. Ну зимой получается никто не приезжает, да? Зимой приезжают. А приезжают люди? Да, тоже есть. А что они делают зимой? Охраняешь? Не, не, я не про инспекторов. Я имею ввиду про туристов. А приезжают, что они делают. Тоже смотрят на природу. Тоже, да, приезжают зимой? Да, зимой есть. Ну, редко. Редко, да? А дороги как? Нормально чистят по селу? Ну да, нормально. О, а вот и кордон. А на кордоне мы должны отметиться, да? Или как? Да. Жаланаш. А здесь жаланаш как-то жайлау или долина или как? Я не знаю. В плане, почему назвали жаланаш? Не знаю. Не знаю. Перемеш. Как? Перемеш. 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 Здесь, оказывается, на кордоне можно остаться с ночевкой. Даже есть кровати, сказали. 1800 тенге на человека на этот год. Вот так же есть баня. Ну, я думаю, так же здесь можно и остаться с палатками. В целом, вижу, есть несколько машин на парковке. Туалет здесь вот такой вот аутентичный. Будочка в лесу. 9.47. Выезжаем от кордона жаланаш. Получается, из аула до жаланаш ехать примерно 25-30 минут. Лучшее решение, да? Как это будет? После кордона поворот налево. Как это будет? После кордона поворот налево. Дай тебе тройку выпустить. Как это связано с тем, что мы засели? Все. Не, я бы сказал. Не, не, мы все решили, что мы засели. Не, не, мы все решили, что мы засели. Ну, вот ты не понимаешь меня, да? С тобой 4 года выпили. Так, здесь небольшой брод. Почти. 4 года выпили. 4 года выпили. Не могу. Даже есть знак там, вот в брод написано. Да. А у нас, кто выиграет, я пошел в него. Я должен был единственный барьер, да? Я сказал, что он сказал, что мы его не взяли. Правильно? Попробую. Вы просто, как вы видите, как вы видите, по нашу руку, мы с тобой просто перебросли, девочки, я не знаю. И парень, ну, стала неплохая, он так вот уже брод. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По пути есть крупные камни. Да, 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 вот. Еще один брод, он уже немного поглубже, каменистый. Еще один брод. Еще один брод, еще один брод. Еще один брод, еще один брод. Снова оказались в рыжке. Может немного отстанем от них? Да, да. Илья, будем? Типа, я уже не вижу тебя. Там, Ниман, Аида. Типа, я уже не вижу тебя. Типа, я уже не вижу тебя. Типа, я уже не вижу тебя. В этой части дорога уже не такая каменистая. Типа, я уже не вижу тебя. Типа, я уже не вижу тебя. Так, немного перегрелись. Типа, я уже не вижу тебя. Типа, я уже не вижу тебя. Продолжение следует... 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 так спускаемся все ниже и ниже заезжаем в лес посередине кали есть вот это вот право если машина невысокая то будете ее я ходи косить потом обязательно не забудьте проверить потом а лучше всего почистить да если по этой встречная машина сложно будет разъехаться ого местами с правой стороны трава достает до крыши машины дорога пыльная о здесь тут живешь что ли а здесь пасека здесь находится пасека да здесь на пасеке есть спутниковые тарелки для солнечные панели а он там на мотоцикле такой а у нас сопровождает инспектор на мотоцикле коса отдельно выехал инспектор от нас парка который сопровождает нашу группу так здесь небольшая речка такие вот кусты и заросли снова поднимаемся наверх так получается 12 метров проехали домой уже больше до кордона было 12 метров до кордона было 12 метров до уже пройдено 20 метров пути а здесь что-то войска сменить и топор а медведи кстати приходится вот в силу нет но есть да здесь есть Так, снова спускаемся Заросли становятся только больше Видно, что места очень дикие И как бы сюда мало кто приезжает Заросли становятся только больше И опять вниз Субтитры делал DimaTorzok Еще один указатель озера Озер дороги расходится Мы поедем по менее проложенной Здесь можно заметить Вот как раз об этом я и спрашивал Так, здесь мы не останавливаемся, где беседка Едем дальше Очень напоминает джунгли Так, с правой стороны снова появилась речка Здесь вот дорога проходит у подножия горы Через лес Очередной подъем Осторожно, сель, опасный участок Там разрешение, потому что на квартире Да, да, запах Вот там не было Вот там не было, я туда хочу Не, в это конечно, там же он такой Массовый Здесь дорога стала местами каменистая Но пока что каких-то сложных моментов не видел Продолжение следует... 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 так до этой точки мы добрались за 1 час и 45 минут с остановками в пути так как машины кипели сегодня довольно жарко и сейчас нам сказали чудо озера еще пешком около четырех километров до туристский маршрут номер два озера жаслуколь так озеро находится нижняя на высоте 1630 метров над уровнем моря глубина озера 90 метров о площадь около 100 гектаров вода очень холодная сказали что транспорт вот до до этой точки с села вот эта буханка да на 8 человек стоит 35 тысяч а вот этот уазик на 5 местный стоит 25 тысяч тенге то есть вас привезут сюда и заберут отсюда ну что ж старт дан сейчас время сколько время 11 14 11 14 сказали идти около час 40 вот этого всего вот вот айбат человек прожил на базовом лагерях антенгри 120 дней но не прям 120 а сколько ты сказал 120 ну по 60 по 60 до этого 120 также здесь оказывается делают конные туры можно еще подняться на 2 жаслуколь верхнее озеро говорят туда идти пешком три-четыре дня до такой степени мы не далеко дорога здесь вот такая вот каменистая видно что как бы автомобильная видимо есть какой-то продел куда можно машин доехать или может быть сами инспекторы ездят вот а так как бы туристы вот здесь на шлагбауме тормозят и дальше пешком так вот так вот по ходу ходить не стоит так вот так вот по ходу ходить не стоит сандалях я забыл свои кроссовки по пути есть еще броды вот второй брод уже вот их пешком можно обойти вот так по мостику с правой стороны дерево уже подгнило по всей видимости мы скоро уже провалится так идем дальше автомобильная дорога все еще вот такая есть хочу также подметить что трупы очень такие чистые благо мусора нигде не видел вот чирикают птички бабочки летают муравьи ползают цветочки растут из всего пути про сложности на дороге можно сказать что именно броды которые мы вначале проезжали они были глубокие там надо быть осторожным и каменистые они были и потом дорога вот здесь вот под конец тоже были такие большие камни нужно быть осторожным чтобы ничего там не поцарапать себе вот а так целом острых ко мне особо нет дорога проходимая а еще конечно же трава высокая трава в колее вот просто нужно следить за радиатором за нижней частью машины чтобы ничего не забилось о о место для привала тенёчек речка неужели прошли всего лишь километр сейчас уже 140 сказали в этом месте можно попить воды от данного родника дорога пошла вверх вот по таким кустам ну видно что здесь есть тропинка люди ходили не сходи с тропы сказали подъем высоты будет 200 метров довольно душно ветра нет кому-то из наших стало плохо очень много муравьев везде просто муравьи и летают мухи ну комфортная дорожка серпантин не скажешь что прямо резкий такой подъем резкие подъемы тоже есть в целом пока что в пешем пути тоже сложных моментов нет только вот подъем небольшой жара сюда можно и с детьми ну кто постар что можешь сам ходить я семью оставил в ауле сюда решил пойти сам вкусно пахнет земляника тропинка вот такая прям тоже красивая поднялись на одну вершину уже впереди будет еще и высказали подъем реально много мух а еще муравьи кусаются еще раз поднялись наверх и говорят что дальше уже дорога более легче будет вокруг растет малина земляника конец тропы звук городцовский ад средние видимо будет еще один подъем и снова по лесу здесь оказывается внизу есть небольшое озеро очень такое маленькое даже озеро больше смахивает такое на болото с зеленым цветом вода то заходим в лес то выходим очень устали сейчас бы где-нибудь в воде оказаться бы вот вот вышли вот на такую поляну сказали это уже финишная прямая буквально 300 метров здесь вот вертолетная площадка есть да если кто хочет можно вертолет пролететь уже видим озеро вот раньше и сык было озеро еще раньше было бы видно это озеро просто видишь все заросли обалдеть озеро огромное просто просто огромный у наши ребята уже купаются сейчас время час пятнадцать выходили мы в один из пятнадцатого два часа прошло по рации передавали что самый первый сюда пришел двенадцать двадцать здесь вот установлены туалеты есть беседка ребята он уже переоделись купаться идут пляж здесь вот такой мелкий камень и просто огромное озеро пляж и капец как звук да они ледяная вода просто холоднее темно кульсай кайф искупались отдохнули свежак буквально все наверное же искупались всем рекомендую окунуться вода конечно ледяная далеко от берега можно не отходить но искупаться можно нам сказали что здесь мухи не всегда есть то есть чисто зависит от сезона может быть не знаю в августе будет поменьше а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Умылся, попил воды в роднике. Благодать. Просто шикарно. Ух, устал, конечно. Кстати говоря, фитнес-браслет показал, что от озера вот до этой отметки я прошел 4,5 километра. Здесь сотовая связь не ловит. На гугл-картах пешей тропы не видно. А вот на мапсми есть сам путь, если вдруг кто пользуется. Вода давно закончилась, и я просто от такой жажды пришел на этот ручей. Он прям очень прозрачный. И тут до этого мы пили. Я, наверное, литра два сейчас выпил. Надеюсь, ничего такого не будет. Сказали, что здесь где-то выше родника есть водопад. А выше родника нашел такие домики. Ого, прикольно. Я так понимаю, вон он водопад. На видеокамеру не будет видно далеко. Он такой прикольный, красивый. Я так понимаю, это вода вот где... Только что я пил воду, родник, отсюда и течет, с этого водопада. За 23 минуты спустился сюда уже. Откуда стартовали. В итоге... С родника сюда я прошел 2 километра. Ну, это вот по часам. Получается 2 плюс 4,5, 6,5 километров отсюда. В 18.05 выехали. Сделали остановку на малину. В 19.35 почти добрались до села. А вот и асфальт. Нас потихоньку разводят уже по домам. Сейчас отдыхать, ужинать. Вот, вечером, наверное, соберемся, как вчера. А так мы здесь сегодня ночуем. И завтра уже выедем обратно домой. Рахмет, сау, боленздар. Спасибо и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.